Уважаемые учителя и лицисты, просим вашего внимания. Мы начинаем наш праздничный концерт. Спасибо. Сегодня мы отмечаем День Учителя, праздник наших учителей. Это и наш праздник, наших родителей, бабушек и дедушек, всех людей, ведь все они учились в школе. Справедливо сказано, ведь писатель живет в своих произведениях, скульптор в своих скульптурах, художник в своих картинах, а учитель живет в хороших мыслях, поступках и сердцах людей. А сейчас слово предоставляется руководителю структурного подразделения Тереху Павлу Станиславовичу. Ну, наверное, многие удивлены, вот, да, такой внешний вид забавный. На самом деле, на вашем языке это называется подстава, да? Потому что два-три дня назад мы со всеми числями договорились, что в День Самоуправления все приходят как дети. Также плачутся по поводу того, что внешний вид и так далее, и так далее. Ну, я, конечно, может быть, немножечко сильно разрезал джинсы, но поддержал меня только вот Антон Захарович. Поэтому я очень надеюсь, что к следующему такому празднику все наши замечательные учителя тоже будут креативными. Они очень красивые сегодня. Побольше разрежут? Повыше. Понятно. Шалоны. Ну, это так, чтобы никто не подумал, что у меня проблемы с головой сегодня или еще что-то. Нет, они, конечно, есть, но не настолько серьезные, насколько это кажется. Итак, сегодня день очень теплый, потому что праздник учителей — это праздник людей, которые проводят с детьми времени больше, чем люди всех остальных профессий. То есть это абсолютно полный контакт и полное погружение, практически растворение друг в друге. Я хочу сказать коллегам огромное спасибо за то, что так плотно общаются с нашими детьми, так тепло это происходит. Вот до вас были маленькие тоже шести-восьмиклассники, и все проголосовали руками за то, что они очень рады, что попали к нам. А вы уже давно это знаете, наверное. И кто-то уже в этом году, последний год это знает. А вот и выпускники, которые давным-давно это знают. Поприветствуйте, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. Так что найдите, вот здесь места сейчас вам найдем. Ну что ж, еще раз всех с днем учителя. Сегодня концерт специально мы с Антоном Загарычем подготовили такой, ну и с ребятами, разумеется, да, извините. Такой, чтобы он был небольшим, но при этом все номера такие, ну, душевные. О, хорошее слово, душевные. И ближе к завершению прямо уже будут хиты, над которыми здесь все аплодировали и так далее. Ну, давайте начинать, да? Конечно. Давайте. Начнем мы наш концерт с жизнерадостного поздравления учеников восьмого Эль-класса. Если вам порою грустно и печально, Если на уроках кто-нибудь шалит, Это ненарочно и не специально, Просто нас энергия пунктит. Так давайте все сомнения позабудем в этот час. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если на уроках плохо отвечаем, Если забываем формулы учить, Мы ведь по заслугам тоже получаем, Но умеем огорчение скрыть. Так давайте все сомнения позабудем в этот час. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ради учителя вести, Пограть на сцене нам не лень. И хоть и петь мы не можем, Мы вас поздравим с этим днем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Тёплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног Осидная пыль на сапарках Жёсткое место, клетчатый лист, нерешённый вовремя пример Золнечный день в ослепительных снах Классы группа на рукаве Мой системный лагерь на рукаве Пожелай мне удачи Пожелай мне оставаться в этих стенах Оставаться в этих стенах Пожелай мне удачи Пожелай мне удачи Есть что учить, но я не хочу Пятёрки любой ценой Я не хочу Не хочу ставить два в дневнике Я хотел бы дождать все долги Просто дождать все долги Но давно уже мне без звезда И нужно домой Классы группа на рукаве Мой системный лагерь на рукаве Пожелай мне удачи Пожелай мне оставаться в этих стенах Оставаться в этих стенах Пожелай мне удачи Пожелай мне удачи А поздравление получилось драматичнее, чем мы предполагали Ну может быть следующий номер подкрепит или изменит сложившееся настроение Давайте посмотрим Итак, встречайте Девятый М-класс Дорогие наши учителя Наши любимые ученики Мы хотим вам поведать историю О том, как одному из учеников нашего лицея не повезло Не знаю, может быть ему дорогу черная кошка перебежала Или встал не с той ноги В этот день первым уроком была история Вы, Смеханна, можно войти? Заходите Так, встали Сели Логика, без стремя сейчас к вас предстоит Встали Спасибо Сели Встали 45 минут с последнего замечания Сели Научитесь Сели Подождите Это же Стали Встали 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 Упаков Портишь имущество, которое покупали твои родители Я просто время посмотреть, реально Ага, конечно Сейчас, подожди Тут змейка открыта Что ты мне говоришь? Какое приложение? Змейка Ты его получишь Но заберут его твои родители Итак, следующий урок Программируем Открываем паскак и записываем программу Можно? Программируем электричную 150 Отжимания За опоздание Ну и просто слушай, давайте я вам шоколад туда Давай 150 150 Раз 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 Два Восемь Раз 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 Ладно, закончили Хватит с тобой Будешь спортсменом у нас Урок Алгебры Урок Алгебры А Хорошо Тогда продолжаем Урок А Извините, а если треугольник А 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 Попов Попов Да ты прав Попов О боже мой, Попов прав Я всегда знаю, что ты давай включил 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 Все все поняли, что это на самом деле мечты по поводу Давайте посмотрим, что происходит на самом деле Итак, все все понятно? Да, сенсей! Хорошо, тогда продолжаем урок Открываем мечты Извините, а если треугольник А1 В2 С3 равен А В2 А1 С Попов, ведь опять же вы Уж лучше бы ты молчал Ай, п-п-п-п, пожалуйста! Вот так сегодня обожался наш ученик Попов На самом деле он так всегда уважает Надеюсь, он не услышал АЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭН ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ЗАЧЕМ Я еще в песне петь Как когда наша песня песня? что мы сочинели? 我т Alejandro сует布 органы изよう Ну blurry ani Нуищева Мы учимся здесь уже третий год, но такого в лицее мы никогда не видели, и в свете новых событий мы сочинили песню. ПЕСНЯ 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 Дорогие вчителя, поздравляем вас с днем учитель. Долгую речь говорить не будем, потому что мы не настолько красноречивы. Ну а во-вторых... Попов, не трогай Русину, хватит! ПЕСНЯ Спасибо за возвращение микрофона, конечно. Ну что я могу сказать? Лично мне очень понравилось. Не знаю, как тебе, а мне понравилось больше. Давай-ка не будем спорить, а лучше представим следующего исполнителя. Итак, перед нами выступит бриллиантовый голос нашего лицея Иван Дейкин. Из 11-го М-класса. Поступило специальное предложение, но я все равно выступлю. Стихотворение неизвестного автора, съеденного крокодилами и впоследствии уже написавшего данное стихотворение. Вы постоянно на передовой, на самом стыке будущего с прошлым. Добра со слом, возвышенного с прошлым. А завтра снова предстоит незримый бой. Очередной опасный марш-бросок под бомбами. Невежество и лени на мыс любви. Добра и вдохновения от безначайния на волосок. К обеду тяжелеет голова, но вы готовьтесь, как путеный, прорвавшись сквозь тетрадные заслоны. Отбить атаку дома два, а ночью в караул опять. В окоп прицельно сыплются шпаргалки. И едет танк директора с мигалкой. Вот так вот знания защищать. Учителя, герои наших дней. Бойцы могучей армии спасения. Участники великого сражения за наших подрастающих детей. Просто потрясающе. Интересное поздравление. Спасибо, Ваня, тебе огромное. Я думаю, что учителям очень приятно. Ребята, а может быть из вас кто-то пишет стихи. Поднимите руки. Вообще никого. А, ну, немного, но все же хорошо. Я думаю, что действительно в лицее учатся талантливые личности. Ну что же, в гуманитарии Наташи все про свое. А вот меня это прекрасно прочитанное стихотворение вдохновило на следующий поступок. Я все-таки решил объявить вам номер 8-го М-класса. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. На протяжении многих уроков мы работали над понятием предложения, называли его признаки. Давайте назовем дифференциальные признаки предложения. Да что же вы все подлинники, да из-под тяжка. Мы за партами сидим, на учителя глядим, но узнали ученик, ведь идет восьмой урок. Ничего не понимаем, мы не смотрим в каталон. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Понимаем, где вы идти, и не может все лечить. Вы взойдете на заседе, чтобы как-то объяснить. Мы решаем без примера, но все лечит на чай. Из-за ваших оттенков мы готовы создать. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Все учителей поздравляем. С днем учителя, где-то праздник вашего. Желаем, что снял, и кто же подождал. Оставить ученик вам, не забывайте никогда. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Ура! Но это еще не все поздравления от ребят. Сейчас, пока они убирают парты, мы вам покажем еще одно. Пожалуйста, выключите свет в конце. И вот здесь главный герой вопрошает, а ты поздравил учителей. Я думаю, все вы можете увидеть, на кого похож этот главный герой. Это руководитель нашего структурного подразделения Павел Станиславович показывает нам пример того, как должен одеваться настоящий лицеист. Мы его обязательно распечатаем и повесим в холле первого этажа. Похлопаем ребятам еще раз, они провели большую лице. Отлично исполнено, но это еще не конец. Так, прислушайтесь. Я слышу, как умирает интерес концертов в последних рядах. Все хорошо, не волнуйся. Им так понравился номер, что они не смогли удержаться. И обсудили его. Ну что же, тогда они наверняка с нетерпением ждут следующего номера. И не будем заставлять их ждать. Выступают братья наши меньшие, седьмой Л-класс. Просим! Продолжение следует... 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 Всего доброго!